Привет, коллеги, в эфире Блонди Кот, просто о сложном. Тема нашего сегодняшнего видео – выпуск сервера Node.js Production, а если точнее, то менеджер процессов PM2. Мои уважаемые подписчики знают, как я старательно обхожу тему DevOps в своих видео. И на то есть целых две причины. Во-первых, я не считаю себя достаточным профессионалом. Да, я настроила несколько десятков серверов и продолжаю это делать, но знаете, как это у нас происходит. У нас маленькая и очень креативная, продуктивная команда. Деньги мы любим и считаем, и поэтому часто экономим на аутсорсе. У нас в команде нет системного администратора, зато есть целых два программиста. Ну а что, они тоже в свитере и тоже за компьютером. И вот к нам приходит муза, и мы такие, ой, ребята, давайте забомбим классный сервер с кучей крутых фич для крутых ребят. Да, да, давайте, давайте, нужен сервак. Какой? Вот, вот этот, да, берем, берем, я уже оплатил. Кто настроит сервак? Ваня? Ася? Камень, ножницы, бумага, ящерица, спок? О, Ася, ящерица травит спока. Сервак нам нужен завтра. Пока-пока. И вот тут вторая причина. Я не люблю настраивать ПО. Я программист и люблю все, что связано с программированием. Мне нравится изучать новые технологии, новые языки. Я люблю сложные задачи и головоломки. И мне не составляет никакого труда в свободное время заниматься программированием для этого блога. А вот девопс это совсем другое. Как сказал один мой знакомый сисадмин, слава богу, я же не программист. Тем самым он разбил мои детские фантазии на тему, что сисадмины это такие неудавшиеся программисты. Они так и не научились писать свои программы, поэтому настраивают чужие. Да, я действительно так думала лет в 12. Так вот, я тоже при случае с удовольствием говорю. Ну, я же, слава богу, не сисадмин и соскакиваю с темой настройки ПО везде, где только это можно. Просто потому, что мне это не нравится и не интересно. Но для PM2 я, пожалуй, сделаю исключение. Уж очень эта тема близка к нашему прошлому видео о кластерном режиме и о дочерних процессах. И тут уже в игру включается мое обсессивно-конвульсивное расстройство и говорит, что ты не все рассказала о кластерном режиме. Ты ничего не сказала о PM2. Ты не будешь спать спокойно, пока не запишешь это видео. У тебя чашка стоит не той стороной. Так а какая к черту чашка? Я же записываю видео. Ручкой от себя чашка всегда должна стоять ручкой от себя. Ты кого вообще волнует эта чашка? Просто поверни ее. Так вот, о чем это мы. После того, как сайт готов и оттестирован на локальной машине, нам нужно залить его на серверную машину, привязать к Томину и рассказать о нем поисковикам. Однако как быть, если на сайте произошла ошибка? Или, например, в серверной произошел скачок напряжения и машина ушла в ребут? Кто заново поднимет процесс Node.js? Когда-то давным-давно, году это в 2013, когда мы только начинали писать сайты на Node.js, был у нас в команде парень Леша. И он почему-то называл себя девопс-инженером. Точнее, конечно, таких модных слов он не знал, он просто говорил, что может писать код, а может поднять сервак. И вот поднял он нам сервер для тестирования на своей локальной машине. Залили мы туда свой сайт и начали его тестировать. И вот каждый раз, когда он спадал на Node.js, нужно было звонить Леше и просить запустить процесс еще раз. Мы, конечно, подозревали, что есть другой путь, поэтому после недолгого гугления мы решили заменить Лешу на PM2. Потому что PM2, он как Леша, только денег не просит и дедлайны не нарушает. Итак, PM2 – это диспетчер процессов для выпуска приложения на Node.js в продакшн со встроенным балансировщиком нагрузки. То есть PM2 – это контейнер для вашего сервера на Node.js, который позволяет серверу подняться после ошибки или после перезапуска машины. Задача менеджера процессов. Перезапуск приложения в случае сбоя. Если произошла ошибка и нодовский сервер лег, PM2 немедленно его перезапустит, и пользователь даже не поймет, что случилось. Мониторинг приложения и анализ его работоспособности. Можно увидеть логи приложения, потребление ресурсов системы, количество перезапусков. Изменение параметров приложения, переменные среды и аргументы Node.js. Управление кластеризацией. Запуск приложения в кластерном режиме. Итак, чтобы воспользоваться PM2, нужно его для начала установить. Тут все просто. Идем в npm и устанавливаем модуль PM2 с флагом g. То есть глобально. После того, как закончится установка, попробуем запустить свое приложение. Команда PM2, старт, имя файла. В прошлом видео мы создали сервер для иллюстрации работы модуля кластер. Помните, каждый воркер слушал свой порт и слал туда морду котика. Вот этот сервер и повесим в список задач PM2. PM2, старт, индекс.js. Происходит дикая магия и вот он индекс внутри шайтан-таблички. Такой режим запуска называется fork. Наш сервер запущен в дочернем процессе при помощи спаун. В прошлом видео мы говорили о спаун и о fork и PM2, их самое что ни на есть практическое применение. Если заглянуть в исходники PM2, то в режиме fork мы увидим запуск дочернего процесса для приложения. По умолчанию это Node.js, однако в fork можно запустить и Python, и PHP сервер. Нужно только изменить параметр exec interpreter. Как использовать параметры узнаем позже, а пока просто запускаем индекс.js. Чтобы увидеть логи от приложения, используем команду PM2 logs. Знакомые логи о том, кто есть мастер и на каких портах ждут воркеры. Пойдем проверим, как у сервера дела. На порту 6016, котик и логи о количестве запросов. Обратите внимание, что сервер был создан в кластерном режиме, поэтому при запуске fork на PM2 у него все равно несколько клонов. Фактически PM2.start повторяет поведение команды Node и Index.js. Тогда зачем нам PM2, спросите вы? Дадим ему шанс проявить себя. Например, попросим его автоматически перезапускать в сервер, если код приложения был изменен. PM2.start имя файла с флагом watch. Остановимся. Приложение PM2.stop.all. Команда stop может принимать в качестве аргумента имя приложения или all, если нужно перезапустить весь список. Запускаем Index.js с командой start и флагом watch. Индекс теперь онлайн. Котик по-прежнему на месте, и он черный. Давайте изменим что-нибудь на сервере. Например, черный цвет поменяем на красный. Прямо сейчас PM2 следит за тобой, анонимус. Будь бдителен. Идем на сервер, и о чудо! Сервер ушел в рестарт. Это, кстати, не самый лучший ход для продакшн, потому что на какое-то время сервер стал недоступен. Как перезапустить сервер без выпадения в оффлайн, я покажу позже. Пока запомним, рестарт останавливает все процессы сразу, а затем все их поднимает. На какое-то время сервер уходит в нокдаун. Обновим страницу еще раз, и котик уже красный. Хотя PM2 рестарт никто не делал, по крайней мере, ручками с клавиатуры. Это все волшебные гремлины. Поменяем цвет на зеленый и попробуем еще раз. И снова рестарт, небольшой отдых, и сервер онлайн с зеленым котиком. Остановим свое приложение PM2 Stop Index. В данном случае то же самое, что и Stop All, но когда приложений в списке несколько, нет надобности останавливать их все, если нужно убрать только одно. Запускаем индекс снова, но уже без плага Watch. Теперь, если изменить что-то в коде приложения, PM2 будет как ни в чем не бывало показывать старую версию, пока мы не перезапустим сервер мануально. Для этого существует команда Restart. Аналогично Stop принимает на вход имя приложения или All. Так как наше приложение использует модуль Cluster, сервер доступен на нескольких портах. Но в данном случае PM2 не имеет к этому никакого отношения. Так что встроенный балансировщик нагрузки отдыхает и ждет своего часа. В режиме Fork никакой балансировки нет. Еще одна полезная команда PM2 List. Именно с нее я начинаю общение с PM2 на своих серверах. Выводит список запущенных приложений. Если нужно обновить переменную среды, делаем рестарт с указанием новой notenv. Установим ее в Production и добавим флаг UpdateEnv. Теперь сервер Index.js запущен в режиме Production. Выведем в логе переменную среды, чтобы убедиться, что все сработало. PM2 запущен с флагом Watch, чтобы сразу видеть все изменения. И еще одна команда PM2 Flash – очистка логов. PM2 показал пути к лог-файлам и сказал, что они очищены. PM2 Logs и там действительно чисто. Однако есть маленькое но. Логи запуска сервера тоже стерлись, а вместе с ними и переменная среды. Перенесем лог в обработчик запросов. Обновляем страницу. Опять сервер при старте, потому что увидел изменения в коде. И, наконец, логи. Переменная среды Production – все, как и было задумано. Еще один способ увидеть переменную среды – команда PM2 Env. На вход передаем ID в списке PM2. В нашем случае это 0. PM2 Env 0. И вот она .dn в Production. Имя процесса в списке по дефолту – это имя скрипта. Согласитесь, не очень информативно, когда у тебя список из 10 индексов или апп из разных папок. Давайте сдадим процессу имя. Остановим индекс и удалим его из списка. В PM2 Delete команда, как и стоп и рестарт, принимает имя процесса или all. PM2 Delete All чистит весь список. Чтобы задать процессу собственное имя, используем флаг name. PM2 Start Index Name Up. Не самое оригинальное имя, но для иллюстрации процесса подойдет. Теперь в списке PM2 появился апп. Можно ли создать какой-нибудь конфиг-файл, чтобы не набирать каждый раз вручную все эти флаги и параметры? Конечно, можно. Команда PM2 Init создаст файл под названием ecosystem.config.js. После ввода команды PM2 отдаст лог о том, что файл сгенерирован и подскажет к нему путь. Посмотрим, что в этом файле. Я уже вижу name. Очевидно, сюда надо записать кастомное имя процесса. Допустим, myApp. Скрипт, а очевидно, путь к запускаемому файлу. Это тот самый индекс.js с кластерами и котиками. Сюда же можно передать аргументы, указать количество копий процесса. Совсем скоро мы дойдем до кластерного режима, обещаю. Включить флаг watch и много всего интересного. Я, как обычно, настоятельно рекомендую прочитать документацию PM2 и оставляю ссылки в описании. В этом примере имени приложения пути к нему вполне достаточно. Останавливаем PM2, PM2 Stop All и чистим список PM2 Delete All. Теперь запускаем свое приложение с заданным конфигом PM2 Start Pass to Ecosystem Config.js. И, конечно, не меняйте пути в примерах их документации. Так делают только лохи. Когда уже в Ubuntu появится нативная телепатия. Готово. Теперь в списке приложения по имени MyApp. И наверняка это тот самый сервер с котиком. Да, он все еще жив. Пульс норме, дыхание ровное, нос холодный. Самое время добавить еще один сервер. Я набросала простой нот JS-сервер, который слушает порт 3007 и отдает контент в виде розочки. Скрипт той же директории, что и Index.js, и зовут его Alt.js. Моя фантазия сегодня крепко спит. Запускаем Alt.js и теперь в списке целых два сервера. На 3007 порту новый сервер. Он самый обычный, никаких кластеров. Его всего один экземпляр на всей машине. Правило, мы берем выделенный сервер под несколько проектов, так что в списке PM2 обычно 3-4 сервера. У нас их теперь два. Каждый под своим именем, и команды Stop и Restart с именем сервера как никогда актуальны. Теперь, если я использую команду PM2RestartAll, оба сервера будут перезапущены. А если PM2RestartAlt, то MyApp рестартится не будет. Apps – это массив, значит новый сервер можно добавить аналогично первому. Давайте вернемся к файлу Экосистем и добавим новый сервер в конфиг. Имя Alt-App и путь к файлу IGS. Снова очистим список и запустим PM2Restart, путь к конфигу. Вот они два сервера в списке. И, конечно, в полном доступе. С конфигом запуск стал еще удобнее. Чтобы запустить сервера с определенной переменной среды, используйте флаг Env. PM2Restart, путь к конфигу, флаг Env. И, конечно, значение переменной среды. Ставим Env Production, и наш сервер почти готов к выходу в свет. Давайте проверим логи. Там как раз была переменная среды. И действительно, это продакшн. PM2 нас не обманул. Все работает отлично, оба сервера онлайн. Если случится ошибка, PM2Restart позаботится о рестарте. Но что будет, если в серверную проникнет коварный агент? Уборщица Баба Нюра со шваброй. И совершенно случайно зацепит наш драгоценный кабель питания. Конечно, сервер ляжет, вы позвоните в техподдержку и его включат снова. Но вот сайты окажутся оффлайн, потому что PM2R не мешало бы поставить в автозапуск. Для начала сохраним конфигурацию списка приложений. PM2Restart, save. Именно в таком виде список будет запущен со старта системы. Затем делаем PM2Restart. Дальше заботливые разработчики сделали для нас лог. Как именно сконфигурировать автозапуск? Так что просто делаем копипейст и вуаля, PM2 есть в автозапуске. Обратная команда PM2Restartart, если нужно отменить автозапуск списка. Осталось исправить маленькую несправедливость. На сервере мощный процессор, его бы использовать хвост и в гриву, но JavaScript не поддерживает многопоточность. Что же делать? Конечно, модуль кластер всем поможет. PM2 имеет встроенный балансировщик нагрузки. И конечно, под капотом этой магии сидит кластер. Если посмотреть файл кластер Node.js, то можно найти и модуль кластер, и форк процесса, и общение через событие Message. Чтобы запустить приложение в кластерном режиме, нужно добавить флаг I и количество клонов сервера. Если передать количество max, то запустится максимально возможное количество процессов для системы. Именно такая логика была в примере из прошлого видео с сервером с котиком. Только PM2 может запустить любое приложение на Node.js в кластерном режиме, и вам не нужно описывать логику мастер-воркера в своем сервере. Сервер с котиком по имени Index.js уже собран в кластерном режиме. Его мы трогать не будем. А вот сервер по имени Alt на 3007 порту подходит для иллюстрации кластерного режима отлично. И вот у нас в списке всего один Index.js и целая армия клонов сервера Alt. Это и есть кластерный режим PM2, он же балансировщик нагрузки. В логах видно, что каждый клон запущен и готов слушать запросы. Конечно, можно указать количество клонов в конфиге. Просто изменим значение Instances для второго сервера AltUp с единицы на Max или любое другое число. Запускаем PM2 с новым конфигом и получаем 1 экземпляр сервера MyUp и 12 экземпляров сервера AltUp. На этом этапе я заканчиваю настройку PM2 для своих серверов. Это вполне готовая отказоустойчивая система, способная пройти тест швабры Бабы Нюры. Остался только один нюанс. Помните, как ведет себя PM2 Restart. Если требуется перезапуск сервера, то на какое-то время при рестарт он становится офлайн. В кластерном режиме можно этого избежать и перегрузить сервер без его исчезновения из сети. Для этого вместо команды PM2 Restart используйте команду PM2 Reload. Reload не отключает все ноды сразу, а перезапускает их по очереди. То есть из 12 процессов офлайн только один. Только когда просыпается предыдущий процесс, начинает перегружаться следующий. То же самое касается NGINX, если вы его используете. Безопасный способ перезагрузки сервера это Reload, но при условии работы в кластерном режиме. Если процесс один, то ему все равно рестарт это или Reload. На этом мой рассказ о выпуске Node-сервера в продакшен окончен. Конечно, я рассказала далеко не обо всех фичах PM2, поэтому снова рекомендую вам ознакомиться с документацией. Кроме того, я рекомендую вам попробовать NGINX в качестве реверс-прокси для Node.js. Лично я делаю именно так, поэтому статические файлы, кэширование, SSL, все это ложится на плечи NGINX. Ну и конечно не забывайте поставить переменную среды продакшен и не запускайте PM2 под рутом. Теперь точно все. Пишите в комментариях, что я забыла рассказать о PM2, предлагайте темы для следующих видео. Ну и конечно ставьте лайки, делитесь этим видео со своими коллегами. Спасибо за внимание, стабильных вам серверов и приятного программирования. Продолжение следует...